Привет, Олег Бирхантер. Что скорострельнее, лук или арбалет? Ну, раньше было глупо задаваться этим вопросом. Насколько мне известно, именно по этой причине арбалеты и не вытеснили луки, когда они появились. Позади меня сейчас происходит соревнование по стрельбе из лука с лошади. Давайте посмотрим, сколько времени нужно стрелку для того, чтобы совершить 4 в данной дисциплине им нужно выстрелы сделать. Сейчас послушаем, что скажет нам судья и сделаем какие-то выводы. И это паре том, что человек находится на лошади, которая постоянно под ним трясется. Ну, а что насчет арбалета? Давайте вернемся к истокам и вспомним, что луки и арбалеты это в первую очередь что? Это в первую очередь оружие, которое создавалось и разрабатывалось только для того, чтобы наиболее эффективно поражать противника. Своей красотой. Но арбалеты при всей своей простоте и мощности использования так и не вытеснили луки. Потому что, среди прочего, они имели один большой недостаток. Это скорость взведения. И как следствие, очень низкий темп стрельбы. Несложно почитать, что при таком темпе он может выстрелить за 1 минуту около 20 стрел. И это без каких-либо современных технологий. В то время, как арбалетчик, ну, того времени, мог выпустить примерно 2-3 стрелы в минуту. И, естественно, не на лошади. Но арбалет был мощнее. И если взять в вакууме один выстрел из лука и один выстрел из арбалета, то арбалет выигрывает просто во всем. Скорость вылета стрелы, удобство использования, требования к стрелку, мощность, точность. Во всем этом арбалет просто на раз уделывает лук. Но лишь одна скорострельность на другой чаше песов нивелирует все эти преимущества арбалета перед луком. Технологии древних были не настолько развитые. Поэтому для того, чтобы болт летел с нужной скоростью, сил натяжения должна была быть огромной. И это не тот случай, когда при увеличении сил натяжения в 2 раза мы получаем и увеличение скорости вылета стрелы в 2 раза. Потому что для того, чтобы увеличить сил натяжения в 2 раза, нам нужно сделать планки толще. Ну, плечи, которые будут изгибаться. А если они толще, значит они и тяжелее. Значит они сами по себе начинают медленнее распрямляться. И плюсом к этому, значит после выстрела нагрузка на тетиву тоже очень сильно возрастает. Потому что вот эти вот планки тяжелые надо будет остановить. Поэтому и тетива... Я надеюсь, вы понимаете, да, что раньше тетива была это не такой тоненький канатик, как сейчас. Раньше тетивы были вот размером с палец. И для того, чтобы выдержать увеличение в 2 раза, нужно тетиву делать прям гораздо-гораздо толще, что добавлять ей весу. И поэтому скорость вылета стрелы не возрастает так быстро, как хотелось бы. То есть можно сказать, что при увеличении силы натяжения в 4 раза, скорость возрастала примерно в 2 раза. Но поскольку стрелку и не нужно было мышцами удерживать такое усилие, поэтому арбалеты были куда мощнее лука. Но чтобы возвести такой арбалет, одних рук недостаточно. Нужен какой-то редуктор, который позволит возвести очень сильный арбалет самому обычному человеку. Как правило, это либо козья нога, рычаг, либо лебедка. И вот на это уже уходило очень много времени. Но мир меняется. Сейчас арбалеты взводятся гораздо быстрее. Большинство арбалетов вообще можно возвести голыми руками. Хотя я, конечно, делать этого не рекомендую. Потому что человеки не совсем симметричные, и одна рука мощнее другой. И когда взводите, возникает небольшой перекос тетивы. А значит, при выстреле тетива будет двигаться уже не совсем вперед, не ровно вперед, а с небольшим горизонтальным движением. То есть хвост стрелы будет куда-то сдирать. И стрела в итоге, вместо того, чтобы ровно вылезть, будет вот так вот вылетать. Соответственно, она вылетает криво, перья начинает ее гасить. Ну, гасить это склонение, да, выравнивать ее. Из-за этого у нас тратится, во-первых, энергия. Во-вторых, пока стрела криво летит, ветер на нее тоже по-разному влияет в каждый момент времени. И поэтому точность, конечно же, падает. Кстати говоря, рассинхронизированный арбалет ведет себя точно так же именно. Поэтому ваш арбалет, ну, короче, нужно за ним следить и периодически проверять его синхронизацию. Синхронизация – это как раз одинаковое положение блоков и их синхронная работа, для того, чтобы как раз-таки не было вот этих самых горизонтальных перекосов. Итак, для арбалета есть несколько видов натяжителей. Первый – это самый стандартный обычный натяжитель, который накидывается сверху. Это простая веревка с двумя крючками, на которых есть блоки, колесики, да, через которые пройдет веревка. И работа таким образом, что вы, когда взводите арбалетов на эту веревку, взводите в два раза дальше, чем проходит у нас сетеватка. Но при этом сил движения тоже в два раза меньше. То есть вы совершаете ту же самую работу. Сетева у нас проходит маленькое расстояние с большим усилием. Вы взводите в два раза длиннее с меньшим усилием. По работе одинаково, что и позволяет взвести арбалет. Второй вариант – это лебедка. К примеру, то же самое, что и первый вариант. Только вместо взведения непосредственно руками вы наматываете лебедку. Это, с одной стороны, неудобно, потому что это долго. Да и сам рычаг нельзя ставить в арбалете. То есть, как правило, он вытаскивается и куда-то там отдельно убирается. Но, с другой стороны, есть и свои плюсы. Во-первых, легко взводить. Сделать это можно одной рукой, даже без использования ног. Что в каких-то ситуациях, например, когда вы сидите в седле на дереве, может сыграть ключевую роль. Арбалет с обычным натяжителем практически невозможно взвести в таких условиях. Рычажные натяжители. Такие натяжители встроены в сам арбалет. Это, конечно же, очень удобно. Но и недостаток у них есть. Недостаток заключается в том, что усилие, которое нужно для того, чтобы взвести арбалет, на самом деле достаточно большое. На обычном ручном веревочном натяжителе гораздо меньше. То есть, им проще пользоваться. Но, с другой стороны, это не отдельная часть, которую вам нужно где-то там брать, цеплять, потом снимать. Да, вы просто так, ну, в зависимости от конструкции, бац-бац, взвели арбалет и все готово. Но, как я уже сказал, это не самый эффективный вид натяжителя, потому что тяжело это делать. И в связи с этим арбалеты с таким натяжителем, как правило, очень сильно ограничены и по силе натяжения. Ну, по мощности. И четвертый вариант, это встроенный в арбалет полиспасный натяжитель. Особенность этого решения заключается в том, что он совмещает в себе удобство первого и, собственно, последнего в нашем списке натяжителя рычажного. С одной стороны, за счет системы блоков, которые встроены в натяжитель, это не те блоки, которые на арбалете, это вот блоки из учебника школьного по физике. У нас силы, которые требуются для взведения, падают, ну, за счет увеличения хода. То есть, работа совершается та же самая. Но и с другой стороны, натяжитель уже встроен в сам арбалет. То есть, получается, что вы одним движением можете взвести арбалет. Такие натяжители стоят практически во всех арбалетах Бирхантера. Но знаете что? Даже со всеми вот этими современными наворотами у лука все равно остается преимуществом. Дело в том, что лучник целится в момент натяжения своего лука. И когда лук натянут, в этот момент стрелок уже готов совершать выстрел. Левая и правая рука одновременно начинают движение. И пока правая тянет тетиву к точке прикладки, левая в этот момент наводит лук на цель. И когда стрелок достигает своей растяжки, встает в прикладку, в этот момент у него и левая рука встает на цель. То есть, по сути, получается одно движение. Он берет лук, натягивает, прикладывается и сразу же стреляет. С арбалетом, естественно, так не получается. Потому что, как бы, ты его взводишь, потом только целишься. Ну, это когда мы говорим про классический или традиционный лук. В блочном же, конечно, история не такая. Потому что там идет сброс, там идет... Вы натягиваете через релиз, поэтому там все так бац, резко. Потом только вы встаете в прикладку, целитесь и стреляете. У арбалета примерно такая же история. И именно поэтому я и решил их сравнить между собой. Конечно, прицел для арбалета я выбрал не самый удачный. Для этой задачи следовало бы поставить либо туда коллиматор, либо вообще его снять. Потому что, ну, оптика, сами понимаете, в него там пока твой мозг сообразит, что ты вообще в него видишь. Время подходит, поэтому тут я потерял. Ну, да хрен бы с ним на самом деле, это не проблема. Что скорострельнее? Лук или арбалет? Сейчас узнаем. Субтитры сделал DimaTorzok Арбалет Что ж, как видим, картина со времен Средневековья все-таки начинает меняться. Конечно, было бы наивно полагать, что я даже с таким арбалетом смогу составить хоть какую-то конкуренцию кому-нибудь из псадников на международных соревнованиях. Но хотя бы сравнивать по времени уже можно. Так что, если интересно, пишите комментарии, ставьте лайки. Да и вообще, на самом деле, сами можете записать видео о том, как вы стреляете. Давайте договоримся, три выстрела просто скорострельность из любого оружия. Не знаю, можно метать ножи, можно стрелять из пистолета, из винтовки, из лука, из арбалета, из баллисты, я не знаю, из пушки, из чего угодно, короче. И если наберется достаточное количество таких видео, то я сделаю какое-то одно просто про скорострельность. Вряд ли это имеет какой-то научный интерес, но так просто поразвлекаться. Короче, мир не стоит на месте, и современные технологии уже позволяют сделать арбалет, с одной стороны, мощным. Настолько мощным, чтобы вы могли пойти с ним на охоту на 150-килограммового оленя. Но, с другой стороны, компактным. Настолько компактным, что арбалет можно убрать в самый обычный городской рюкзак. Но в это же время, с этим же самым арбалетом вы можете, как я уже сказал, пойти на охоту, также и просто поразвлекаться с семьей на даче. Потому что этот же самый арбалет, который, блин, может добыть вам 150-килограммового оленя, этот арбалет может звести девушку. Так что так, пишите комментарии, ставьте лайки, и советую посмотреть вот это видео. До новых встреч!